Ну и теперь вопрос принципиальный для узистов, потому что если мы увидели какое-то образование, его описываем, то сказать, что просто вот в правой доле и левой доле недостаточно. Мы должны его локализовать более четко, допустим, в шестом сегменте, в седьмом или на границе шестого-седьмого сегмента. Обратите внимание, какой автор написан? Кино. Существуют ведь разные классификации, в том числе и сегментов печени, но классификации по кино самые удобные. Практически всегда пользуются ей, но по крайней мере сегодня узисты и хирурги. Но существуют и другие классификации, поэтому мы должны нумеровать сегменты по кино. У каждого сегмента есть свое название, но для нас легче, если мы просто будем нумерацию помнить, чтобы не было путаницы. Потому что с названием, с терминологией всегда очень много всякого рода путаниц, потому что по разным классификациям их совсем противоположным образом можно называть. Вот это перед вами печень. Это какая поверхность? Висцеральная. То есть мы можем представить себе, что пациент лежит перед нами на кушетке, и как бы вот это не сечение, мы смотрим на нее снизу, как на все срезы, которые мы получаем на экране нашего ультразвукового сканера при исследовании в поперечном сечении. Мы видим их снизу, за исключением акушерства, где плод может быть как в головном, так и в тазовом передвижении. Мы их в некоторых случаях в таком случае у плода видим как бы сверху. Но здесь аналог того, что мы можем представить себе применительно в картине взрослого человека при поперечном сканировании брюшной полости. Это натуральный препарат, фиксированный в современных методиках пластификации или пластинации, так это называется. Он не боится воздушной среды, его не надо помещать в жидкость. Надо сказать, что этот препарат конкретно с признаками жирового гепатоза. То есть эта печень увеличена конкретно, и форма у нее там тоже имеет определенную особенность. Но тем не менее на сегментах их проекции здесь никак это не сказалось. Значит, это висцеральная поверхность печени. А вот так мы сейчас рисуем аналогичный срез. Как это более или менее выглядит у нас на экране, когда мы правильно выводим печень при косо-поперечном сечении. Вот она имеет более или менее такие очертания. Вы видите, что слева очертания не соответствуют тому, что на препарате. Одна из причин, я вам сказал, жировой гепатоз у этого конкретно человека был. И с этой точки зрения эти конфигурации формы отличаются на препарате и на нашем рисунке. И я хочу сюда сейчас врисовать схематично, потом мы это будем видеть на примерах эхограмм. Те основные органы, которые нужно сравнивать на препарате и на нашем экране. Значит, желчный пузырь мы опознали. Воротная вена, вот она номер один. Тут хорошо заметно, что воротная вена и нижнее полы, она еще пока не подписана, они взаимно перпендикулярно идут. Они друг друга направлениями пересекают. И у воротной вены это конкретно ствол до бифуркации. А теперь вот мы нарисуем бифуркацию. Вот эта картинка моя собственная, я на нее потратил достаточно много времени, она нигде не перерисована, потому что все другие схемы мне чем-то не нравились. Я вот эту сделал с полным, так скажем, вариантом подстройки под самые близкие анатомические ориентиры. И вот мы видим, что здесь ствол воротной вены разделился на долевые ветви. Левую и правую ветви воротной вены, 2А и 2Б. Понятно, что на препарате, на фотографии препарата, который мы смотрим, это не срез, это сечение. А на схеме, которую мы сейчас рисуем, это аналог сечения, которое при постановке датчика косопоперечного в субкостальном доступе будет получаться. Поэтому мы видим, что внутри. На сечении мы видим ветвление воротной вены, а на препарате это можно было бы только распрепарировать скальпелем и пинцетом. Значит, что дальше? Дальше принципиально, что разветвление долевых ветвей, оно будет в конечном итоге приводить вот к такому ветвлению на сегментарные ветви. И окажется, что слева 4 сегмента и справа 4 сегмента. В левой доле 4 сегмента. Вот они пронумерованы сейчас. 1, 2, 3, 4. И мы сейчас это будем тоже нумеровать в правой доле. В правой доле это пойдет вот так. Если вы фотографируете, то самое время, чтобы именно эта картинка у вас была зафотографирована. Потому что расположение схематичное вот этих ветвей, оно позволяет нам не заблудиться потом. Мы потом себя проверим на нескольких примерах, чтобы понять, как идут сегментарные ветви. Получается, что сегментарные ветви мы можем увидеть. И мы их будем различать глазом при ультразвуковом исследовании. И мы их будем искать именно вот в такой проекции, как сейчас изображено. Теперь я также врисовал нижнюю полу вену, подписал ее. Я старался такой цвет выбирать, как более-менее он походил бы на то, что мы видим на экране, когда реально смотрим в серой шкале, в Б-режиме. И вот в нижнюю полую вену я сейчас врисовываю печеночные вены, которых в норме три. Правая, средняя и левая печеночная вена. Но сразу оговоримся, что вообще в анатомии сосудистой системы существует принцип, что могут быть два противоположных типа ветвления. Магистральный тип ветвления и рассыпной. Магистральный, как дерево, а рассыпной, как растет куст. Рябину можно вырастить, как дерево, а можно как куст. И некоторые другие растения. И нередко мы смотрим и не видим трех четко выраженных печеночных вен, а видим большее количество, потому что это рассыпной тип. Это не должно нас смущать, но из этого большего количества мы всегда сможем выделить направление, соответствующее правой печеночной вены ППВ, средней печеночной вены СПВ и левой. То есть на самом деле такие наиболее крупные ветви, они все равно будут различимы. Для того, чтобы говорить про сегменты, нам эти три печеночные вены обязательно нужны. Мы без них заблудимся. Теперь я вернусь к изображению картиночному. Вот эта печень из такого анатомического электронного пособия, которое называется Visible Body. В принципе, она очень полезная. Может пригодиться вам. Его легко в интернете скачать, купить. Оно совсем недорогое. Но позволяет организм буквально раздеть, начиная от кожи по каждому органу до отдельных сосудов, веточек, нервов и так далее. Удобно для того, чтобы сориентироваться с взаимоотношением, которое не на каждом плоскостном изображении поймешь и увидишь. А тут, видите, сразу оно изображено как бы в объеме. Это можно вращать, изменять положение, как-то по-другому располагать. Что я нарисовал теперь? Там желчный пузырь вы сразу узнаете. А вот я подрисовал сзади расположенную нижнюю полую вену. Вы ее узнали. И проекция на переднюю поверхность. Мы же смотрим сейчас на переднюю поверхность, как будто пациент прямо перед нами. Проекция на переднюю поверхность вот этой пунктирной линии изображает, что главную или правую продольную борозду на диафрагмальной поверхности. Мы ее на диафрагмальную с висцеральной, да? Мы ее не можем увидеть, но мы ее можем себе представить и спроецировать сюда, да? То есть вот эта пунктирная линия разделяет, по сути, своей ультразвуковую правую и левую доли. Несерповидная связка разделяет ультразвуковую правую и левую долю. А вот эта линия, правая доля здесь, левая доля здесь. А вот эта линия пунктирная, я следующую провел, она чему соответствует? Она соответствует... Если мы не препарируем, этого нельзя увидеть, но когда мы пользуемся ультразвуковым датчиком, мы видим то, что внутри. Эта линия соответствует проекции правой печеночной вены. Вот эта линия проекции правой печеночной вены. А теперь я провел линию, которая идет поперек. Она чему соответствует? Это продолжение левой ветви долевой воротной вены. Точно так же и вправо можно провести. Мы на следующей картинке это сделаем. И вот теперь я провел пунктирную линию другого цвета, специально, чтобы мы их не путали, желтым цветом. Что это такое? Это проекция правой долевой ветви воротной вены. Когда воротная вена внутри делает дефуркацию, то она делится на две ветви. И вот они создают эту плоскость. Для того, чтобы разграничивать сегменты, нам нужно именно подобного рода деление. Чем оно вызвано, мы сейчас нашли. Все ориентиры обозначили. И тогда мы можем сегменты подписать. Вот так это будет выглядеть. На самом деле для УЗИста подобного рода изображения они нужны постольку поскольку. Вот так мы не видим. Но пациент часто спрашивает, а эта киста у меня, вот она где? И прямо показывает пальцем. Вот мне продемонстрируете на моей грудной стенке, где вот она? И нам для этого тогда нужно представлять эту картинку. И чтобы с этим легко запомнить, сориентироваться, запомнить это все, вот такой мнемонический прием. Смотрите, верхний ряд, вот эти сегменты, которые сверху, они вот так аббревиатурно удобны. 7, 8, 4, 2. А если мы будем их вести справа налево, ну как бы читать справа налево, то это будет справа налево 2, 4, 8, 7. Удобно для запоминания. Нам такая мнемоническая последовательность будет напоминать, как вот вверху располагаются сегменты. А внизу нижний ряд. Если мы читаем, как по европейской традиции, слева направо 6, 5, 4, 3. Ну, а в некоторых языках вы знаете, чтение идет справа налево. Если таким способом, то 3, 4, 5, 6. Вот эти последовательности цифр удобны, чтобы их держать в голове и представлять себе, как вот у пациента, который просто перед нами, мы не поставили датчик еще на живот, но представляем себе, где какой сегмент располагается. если мы будем смотреть снизу, вот висцеральная поверхность. Эти картинки нам знакомы практически с школьных лет, с первого курса института, потому что сегменты по кино есть во всех учебниках по анатомии, и они как раз проецируются на висцеральную поверхность, то, что я сейчас справа нарисовал. Пунктирные линии, понимаем, это все те же самые образования, которые мы уже назвали. Одна из них соответствует правой печеночной вене, другая соответствует главной междолевой борозде, третья соответствует левой междолевой борозде, а вот эти поперечные, мы говорили, соответствуют долевым ветвям воротной вены. И тогда мы сегменты на висцеральной поверхности нумеруем против часовой стрелки по порядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какого сегмента здесь мы не нарисовали? Восьмого. Почему? Потому что он не проецируется на висцеральную поверхность. Восьмой сегмент так располагается, что на висцеральную поверхность его нельзя спроецировать. Он, посмотрите на левую картинку, далеко от висцеральной поверхности. Он с висцеральной поверхностью не контактирует, восьмой сегмент. Поэтому снизу на него посмотреть невозможно. Ну и то же самое представить себе в качестве таких взаимоотношений уже вместе с ребрами очень полезно. я специально здесь выбрал женский торс, чтобы представить себе, насколько высоко диафрагмальная поверхность печени поднимается. и как раз эта картинка удобна для того, чтобы вспомнить ту аббревиатуру справа налево в верхнем ряду два, четыре, восемь, семь, а в нижнем ряду три, четыре, пять, шесть. Окей. Наконец, если говорить про конкретные межреберья, это будет выглядеть более-менее так. Опять-таки, просто чтобы представить себе. Нам часто это нужно для того, чтобы сделать определенную как бы прогноз, проекцию, возможен ли удобный доступ для хирурга, к примеру, если делать пункционную биопсию образования, в зависимости от того, как это располагается при ультразвуковом исследовании. То есть расположение сегментов здесь позволяет скелетотопическое прогнозировать, ну так скажем, удобство доступа для пункционной биопсии хирургу. Ну и теперь вернемся к нашей профессии непосредственно, ультразвуковому исследованию. И сначала посмотрим на косо-поперечное сканирование субкостального доступа. то есть стандартный доступ, когда мы упираемся датчиком в реберную дугу, расположили датчик параллельно реберной дуге, и дальше просто наклонами выводим вот эту плоскость. Для того, чтобы ее вывести, надо искать. Не всегда получается так красиво подкрасить сразу три печеночные вены. мы здесь видим и левую, и среднюю, правую печеночную вену. И видим, что сегменты располагаются по той последовательности, которую мы с вами называли. 2, 4, 8, 7. Они прямо так и подписаны. То есть, если мы делаем такой срез через печеночные вены из субкостального доступа, то мы можем различить 2, 4, 8 и 7 сегменты. А теперь я вам эту схему, которая мне кажется чрезвычайно важной, по крайней мере мне персонально она помогает ответить на все вопросы, когда я испытываю затруднения, в каком же сегменте я вижу образование. Тогда я открываю эту схему и прямо по ней каждую веточку сопоставляю. И мы понимаем, что вот эти 2, 4, 8, 7, они как раз аналогичным образом представлены. Вы можете мне возразить, но вот здесь 4 только рядом с желчным пузырем. на самом же деле помним по предыдущим там были 4А и 4Б. Все вот это пространство это четвертый сегмент. на данной внизу картинки изображающий препарат печени мы опять-таки можем попытаться найти соответствие вот этих сегментов, которые на нашем экране лежат прямо наиболее глубоко рядом с диафрагмой. Здесь прекрасно диафрагма видна, да? И что это соответствует вот наиболее выпуклой верхней части изображенной на препарате 2, 4, 8, 7. Следующее сечение. срез через бифуркацию воротной вены. Иными словами, когда нам нужно идентифицировать в каком сегменте находится образование выявленное нами, нам нужно один из этих срезов получить. Первый срез мы сейчас только что посмотрели, теперь второй через бифуркацию воротной вены. Вот мы представляем себе такую картинку как бы у пациента, который к нам лицом, она словно бы изображает распрепарированные сегменты, а это наша схема, где мы видим просто так, как на экране монитора ультразвукового. и вот так это реально будет выглядеть на эхограмме. Давайте попытаемся узнать. Значит, это левая ветвь воротной вены, ЛВВ, здесь она обозначена буквой Л, это правая ветвь воротной вены, обозначена буквой Р, а здесь ПВВ, это вот на картинке. И тогда, смотрите, от правой ветви отходит такой массивный ствол в переднем направлении, и он дает сегментарные ветви к пятому и восьмому сегментам. Вот он здесь у нас отошел, и вот к пятому, а это к восьмому. И более латерально направляется еще одна веточка, которая дает сегментарные ветви к шестому и седьмому. Таким образом, на данном срезе мы можем найти сегментарные ветви для правой долевой ветви воротной вены. Здесь не показано, на этом конкретном сечении, но у нас же никогда не получается, вот просто поставили датчик и в это мгновение увидели то сечение, которое нам нужно. Мы его выискиваем, мы его находим постепенно и при этом видим ряд других сечений, и нам всегда попадется при этом желчный пузырь. И здесь чрезвычайно важная закономерность, которую мы должны хорошо отметить на вот этой средней схеме. Если мы делаем срез из субкостального доступа на уровне ветвей воротной вены, то четвертый и пятый сегменты располагаются по разным сторонам от желчного пузыря. Четвертый сегмент с левой стороны, а пятый сегмент справа. То есть по сути своей для нас желчный пузырь является таким разграничителем двух сегментов четвертого и пятого между собой. Очень удобно. Наконец еще один вариант среза. Косо-поперечно сканировать субкостального доступа. Все тот же самый доступ, но просто мы разной плоскости выбираем. Наклонами датчика выбираем эти наклоны несколько иначе. Схему я даю ту же самую. Что такое карман рекса? Напомним, что это то место, где смотрите, левая ветвь воротная вена как бы слепо заканчивается. Она должна была направляться дальше и в плотном периоде направлялась. Эта пупочная вена туда впадала, а у взрослого человека там, где карман рексы закончился, мы будем искать круглую связку печени. И себе напомним очень важную такую деталь. Знаете, нередко многие, даже опытные узисты допускают такую ошибку, описывая гемангиому капиллярную в том месте, где располагается круглая связка печени. Потому что на самом деле очень часто круглая связка печени у людей чуть, так скажем, с избыточным весом вокруг накапливают жировую ткань, и реально она неразличима. Отличить ее можно только зная расположение. И какое расположение? Что она вплотную подходит к арманурексе. То есть если она располагается так, как это острие стрелочки показывает, то это будет именно не капиллярная гемангиома, а круглая связка печени. И вот теперь эхограмма очень такая наглядная, демонстративная. И я тот же самый карман рекса, смотрите, его также стрелочкой пометил. Вот это соответствие схемы и реальной эхограммы позволяет нам не заблудиться. получается при таком целенаправленном выведении кармана рекса при ультразвуковом исследовании мы можем хорошо увидеть вторую, третью, четвертую сегментарную ветвь. Они прямо бросаются здесь в глаза, согласны ведь, да? Это сегментарные ветви, а сегменты будут вокруг них. То есть скажем, если вы найдете образование вот тут, то как надо будет написать заключение? Что образование на границе между вторым и третьим сегментом, да? Оно не строго во втором, да? Оно будет располагаться на границе, потому что границы между сегментами мы далеко не все видим. Границы только у пятого сегмента, например, могут быть хорошо дифференцированы, у восьмого, а у шестого, седьмого нет, у второго, третьего нет, и поэтому мы часто обозначаем, что образование располагается на границе между, допустим, вторым и третьим сегментом. Если все понятно, то тогда укажите локализацию образования. прежде всего видим, что датчик располагается в продольном сагитальном направлении, то есть это продольное сечение на уровне левой доли. Значит, это нижний край левой доли, и вот мы переходим в висцеральную поверхность. Мы скажем, что это образование располагается экстраорганно, прилегая к висцеральной поверхности на уровне второго и третьего сегментов. Вот второй будет здесь, третий здесь, и оно вырастает как бы как образование прилежащее преимущественно ко второму сегменту и контактирующее сегментом. Для первоначальной ориентации по сегментам нам нужны те срезы, которые мы перед этим с вами смотрели. Но потом, когда мы меняем угол наклона датчика, мы будем различать тот же самый третий сегмент, второй, и здесь, кстати, хорошо видна венозная связка, вот она, и тогда вот это будет первой, значит, частично прилежит образование и к первому сегменту. Оно не в печени, оно располагается экстрарганно, но с сегментами контактирует, и такую локализацию важно описать, это тоже важно для хирургов. Теперь посмотрим сюда, на правой кинопетле, мы очень хорошо видим сегментарную пятую и шестую ветви. это сегментарная пятая, длинная петля надо терпением, а вот сегментарная шестая, да, и здесь же виден прекрасно желчный пузырь, и в таком случае мы как раз пятый сегмент очень четко разграничиваем, да, он от желчного пузыря идет в наружную сторону, в латеральную сторону. Теперь с правой стороны карман рекса, круглая связка и четвертая сегментарная ветви. Круглая связка, вот она, про которую мы говорили, что может походить, но здесь она не похожа на капиллярную гемангиому, но понятно, что в каких-то случаях это сходство бывает гораздо больше. Вот это четвертый сегмент. четвертый сегменты, сейчас на правой кинопетле мы можем попытаться сориентироваться со всеми сегментами, которые доступны здесь в визуализации. Значит, если это четвертый, то уходим левее, там будет третий. Вот здесь третий, я сейчас нахожусь в третьем сегменте, вот там второй сегментарный ветвь, вторая мелькает. это венозная связка и это первый сегмент. Таким образом, мы здесь практически полностью повторяем схему, которую у нас в учебниках анатомии привезся и других авторов по висцеральной поверхности против часовой стрелки все рисуют. Первый, второй, третий, четвертый. Против в часовых ведем. С противоположной стороны от желчного пузыря мы всегда можем с уверенностью утверждать, что вот это пятый сегмент. А дальше шестой и седьмой, ну, шестой не очень хорошо виден тут, срез его, ну, как бы ребро закрывает и не полностью включает, да, но шестой будет вот в этом участке прилежащем к диафрагме, это седьмой. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. А где восьмой? Здесь восьмого нет. Почему? Потому что восьмой сегмент располагается между двумя ветвями, впадающими в нижнюю полую вену, между правой печеночной веной и средней. Если мы здесь не видим, как впадают правая и средняя печеночная вены в нижнюю полую, то мы не можем увидеть адекватно восьмой сегмент. Поэтому для четкой идентификации некоторых сегментов нужно менять плоскость. Одна плоскость все сегменты не позволяет увидеть. И смотрите, эта картинка, которую мы сейчас, правая петля, она ведь соответствует висцеральной поверхности печени. Вспомните один из первых слайдов, где я сравнивал схему с фотографией препарата печени, я еще говорил, что она гепатозная. И мы там не видели проекцию восьмого сегмента. И мы говорили, потому что восьмой сегмент располагается сверху, его нельзя увидеть с висцеральной поверхности. И вот здесь мы его не можем увидеть, располагая эту проекцию как бы на висцеральную поверхность печени. Окей. укажите номер сегмента. точнее не сегмента, а вопрос на сегментарной ветви. То есть сегмент сам будет прилежать дальше с обеих сторон к этому участку. Какая это сегментарная ветвь? Правильный ответ. Третий сегмент. Знак вопроса на третьей сегментарной ветви. Ведь это карман рекса. Смотрите, а вот тут какая-то эхогенность, это что такое? Это круглая связка печени. У людей нет тучных, она едва заметна может быть. Чем больше жировой массы подкожно, тем больше она проникает в левую продольную щель. И тогда будет имитировать гемангиому. Значит, это сегментарная ветвь третьего сегмента, а вот это тогда без вопроса четвертого. Согласны? А вот сейчас мы увидим тут мелькающую вторую. Вот она, вторая. А это венозная связка. Значит, вот это рядом с нижней полой вены первый сегмент. То есть так мы легко можем дифференцировать вот первые четыре сегмента. Один, два, три, четыре. Знак вопроса на третьей сегментарной ветви. первая здесь, вторая здесь, третья. Сегментарная ветвь здесь, а сегмент вокруг, а вот четвертая сегментарная ветвь. То есть еще разок кармана рекса это где левая ветвь воротной вены слепо заканчивается от нее в противоположной стороны. Отходит третья сегментарная на ней знак вопроса сейчас и четвертая сегментарная. Что обозначено знаком вопроса? Генозная связка совершенно верно. она разделяет между собой какие сегменты? Первый и второй да вот это первый это второй а это третья сегментарная ветвь да это четвертая правильный ответ венозная связка разделяет первый и второй сегменты укажите номер сегментарной ветви мы находимся в косо-поперечном срезе косо-поперечное сканирование а срез через правую ветвь воротной вены это правая ветвь левую ветвь мы не видим это нижняя половина да и тогда можно ту схемку открыть вот эту схемку и знак вопроса посмотрите он соответствует восьмой сегментарной ветви мы говорили с вами что восьмой сегмент мы идентифицируем по тому что он располагается между правой и средней печеночными венами вот здесь правую печеночную видно вот она ну не так как впадает в нижнюю полую но вот этот участок сосуда это что такое это правая печеночная ветвь вот это и поэтому если мы видим правую печеночную и даже не видим левую то не видим среднюю то хорошо понятно что это сегментарная ветка в восьмом сегмент восьмом Продолжение следует...